О главных событиях и темах в регионе к этому часу расскажем прямо сейчас в студии Валентина Скворцова. Главное событие в областном центре – очередная сессия Гордумы. Глава Архангельска Игорь Годиш отчитался об итогах работы за 2016 год. Глава областного центра в своем отчете коснулся всех сфер жизни города. В социальной есть успехи. По программе расселения аварийки в городе возведено 6 домов. Запущена в работу программа развития Архангельска как областного центра. В рамках документа запланировано свыше миллиарда рублей на создание комфортной городской среды. Это благоустройство Петровского сквера. Обустройство сквера, как и вина, обустройство сквера, срочево на пересечении проспекта Ленинградской улицы Русанова. Обготовлены проекты благоустройства и других территорий. Например, проекты конструкции набережной Георгия Седова, сквер на имени 12-й агрегата Москвы, пехот и майма, все концепции благоустройства набережной северной длины. Глава Архангельска поделился планами на этот год. Среди приоритетов обозначил модернизацию системы водоснабжения и заключение концессионного соглашения с инвестором. Будут приложены все усилия для успешного завершения четвертого этапа программы расселения аварийных домов. Отчет главы города депутаты утвердили большинством голосов. Подведены итоги недели финансовой грамотности в Архангельске. Более 700 человек стали участниками большого семейного праздника «Дружи с финансами», который прошел в Титан-арене. Кроме того, юных жителей Архангельска в отделенной экскурсии в коммерческие банки, пенсионный фонд, налоговую инспекцию, устраивали им беседы, уроки, лекции, викторины. Жирной точкой стал молодежный форум по финансовой грамотности, который собрал в Высшей школе экономики, управлении права САФУ 140 студентов. Чтобы правильно и грамотно пользоваться своими деньгами, дабы не остаться в совсем плачевной ситуации, важно понимать и соблюдать некоторые правила. На встрече со студентами спикеры рассказывали простые истории. Например, что финансовая грамотность человека – это не какие-то запредельные знания, а бережливое отношение к личным финансам. Оно складывается с четырех позиций – здравый смысл, осторожность при принятии решений, жадность, которая позволяет отделить нужное приобретение от ненужного и не пускать деньги на ветер, а также ответственность. В первую очередь ответственность за свои решения перед собой, перед семьей. Если ты вступил в какие-то отношения с другими людьми или с финансовыми организациями, договорные отношения, конечно, свои обязательства нужно выполнять. Другой полезный совет – оградить себя от злоумышленников в сфере обращения финансов можно, соблюдая элементарные правила осторожности. Вроде бы, да, очевидная вещь о том, что не надо писать пин-код на пластиковой карте. Но, тем не менее, сплошь и рядом встречаются, что у человека пожилого возраста пластиковая карта, на ней пин-код большими цифрами, чтобы без очков смотреть. Форум показал, наибольший интерес у молодежи вызывают кредитные продукты и вклады. Поэтому рекомендации специалистов о том, что нужно учитывать, чтобы займы решали финансовые проблемы, а не создавали новые, пришлись очень кстати. А за финансовой грамотностью не помешало бы знать родственнице героини нашего следующего сюжета. Она не смогла вовремя рассчитаться займом в микрофинансовой организации. И к чему это привело, расскажем в нашем следующем материале. Чтобы стать жертвой коллекторов, влезать в кредиты совсем не обязательно. В этом наличном опыте убедилась архангелогородка Анна Бедия. Когда на ее телефон стали поступать звонки с требованиями вернуть чужой долг, СМС с оскорблениями и угрозами. Вершиной издевательств стало объявление на сайте интимуслуг, опубликованное якобы от имени Анны. За свою репутацию я боюсь. Я боюсь за своих детей, потому что звонки уже стали поступать моим детям. Угрожали моей жизни, угрожали, что меня задушат, угрожали, что меня поймает группа туркменов. Угрожали тому, что я останусь в городе без работы. Должницей оказалась родственница нашей героини. Через страницу в социальной сети вымогатели вышли на Анну и почему-то стали требовать долг с нее. Вместе с пострадавшей мы отправились в микрофинансовую организацию, где и был взят злополучный кредит. Сотрудница фирмы пояснила нам, что через 15 дней просрочки долг автоматически передается некой конторе, назвать которую женщина отказалась. При этом убеждала нас, что ни о каких коллекторах речи не идет. Кто писал, кто звонил, я не знаю, кто вам звонил. Может быть, это ваши недруги, ваши знакомые, друзья. Я говорю, что у вас бездет. За юридической консультацией мы обратились к адвокату. В его практике такие случаи бывали и черных коллекторов наказывали. Даже несмотря на подложные номера телефонов и однодневные аккаунты в соцсетях, с которых они угрожали своим жертвам. По словам юриста, главное в такой ситуации не опускаться до ответных оскорблений и фиксировать каждый эпизод, будь то звонок, сообщение или пост ВКонтакте. Самое дешевое смартфон, установить на него программное обеспечение, которое в автоматическом режиме записывает ваши телефонные разговоры. Технические средства фиксации входящих номеров, они сейчас есть у операторов сутовой связи. И по факту каждого звонка обращаться в полицию. На момент подготовки материала к эфиру заемщица рассчиталась с долгами. И звонки ее родственницы, Анне Бедье, прекратились. Но женщина хочет призвать к ответу вымогателей за причиненный моральный вред. И сейчас этим делом занимается полиция. Дорогостоящую процедуру экстракорпорального оплодотворения в Архангельской области теперь будут делать бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования. В ее рамках процедура ЭКО постепенно внедряется в программу обязательного медицинского страхования. В этом году у нас предусмотрено в области тысячи процедур ЭКО для пациентов, страдающих бесплодием. Но это не предел. Если таких пациентов будет больше, то, безусловно, возможности будут изысканы и помощь будет оказана. Кроме того, организовано бесплатное обследование перед направлением на процедуру таких женщин и мужчин. Женщина-акушер-гинеколога, мужчина-уролога в государственных медицинских организациях области. Первый шаг к бесплатному ЭКО – женщина вместе с партнером должна обратиться на обследование в женскую консультацию по месту жительства. Если по каким-то причинам она не может обратиться по месту жительства, она может обратиться в Центр планирования семьи, который находится на ТИМе-1. И также ей будет оказана первичная и в последующем при необходимости помощь по обследованию и женщины, и полового партнера в плане возможности дальнейшего проведения экстракорпорального благотворения. По статистике, за прошлый год в лечебное учреждение по морю обратилось порядка трех тысяч пациентов с бесплодием. Примерно треть из них отправили на ЭКО. Около сотни участников с инвалидностью объединил областной фестиваль «Спорт равных возможностей». Профессиональные спортсмены и любители играли в бочу. Соревнования прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Феникс» при участии 16 команд из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска. В каждой сборной было от двух до пяти инваспортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Суть бочи для инвалидов в следующем. С помощью жребия выбирается тот, кто бросит стартовый шар. Затем он кидает еще один снаряд как можно ближе к первому. То же самое проделывает его напарник, а затем остальные команды. Побеждают самые меткие сборные, у членов которой мячи оказались ближе остальных к первому стартовому. За состязаниями в Архангельске наблюдала специальный гость фестиваля, старший тренер сборной России по бочи Зинаида Емлина. Толчок, конечно, обязательно. Толчок для мам, которые будут помогать своим детям приезжать на тренировки. Толчок для администрации. Такое собрать количество инвалидов, колясочников. Ну уж поверьте мне, я столько езжу по региону, столько провожу мастер-классов. Это впервые я такое вижу количество. Это сегодня проводится фестиваль. Его основная значимость – это познакомить и дать возможность всем желающим, спортсменам, не спортсменам, людям с ОВЗ, с ограниченными возможностями здоровья, попробовать эту игру, попробовать, как это все делается. Пробудить и поддержать у инвалидов-колясочников интерес к социальной жизни – такой была главная задача фестиваля. И хотя спортивный азарт и состязательность на соревнованиях присутствовали, выявлять лидеров организаторы не стали. Вручили комплекты наград всем участникам. Полную информационную картину дня покажем в итоговом выпуске новостей «Автограф дня» на канале ТВ-Центр. До встречи в 19.20. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова